Твоя профессия, твоя работа до того, как ты стала аукционным брокером. Очень активно стала заниматься пилонным спортом. Сейчас как у вас отношения с Ленаром? Я, наверное, в какой-то мере как мама. О чем ты больше всего жалеешь в своей жизни? Создание команды и именно с Ленаром. Как ты видишь офис через пять лет? Утки, бобры. Привет, друзья. Это Национальная ассоциация аукционных брокеров. Меня зовут Александр Беляев. И мы сегодня в Казани. И мы беседуем с прекрасной молодой девушкой Фаридат Ухтарова, соосновательница Национальной ассоциации аукционных брокеров в Казани. Здравствуй, Фаридат. Привет, Саша. Скажи, пожалуйста, как тебя занесло в торги по банкротству? Если я скажу, что меня занесло случайно, наверное, это будет неправда. В декабре 2016 года получилось так, что в крупнейших наших банках Татфонбанк и Интехбанк у некоторых моих клиентов осталась довольно-таки крупная сумма денег замороженная. И мы уже в данном случае выступали как кредиторы. Поэтому мне эта тема стала интересна именно, наверное, с декабря 2016 года. А потом один из моих родственников кидает мне ссылку на, в то время еще ДНБ было, посмотрит, говорит, что это за тема, он никак к банкротству не относился. Вроде говорит, интересно. Я посмотрела, мне действительно это стало интересно, так как я уже в какой-то степени сама участвовала как кредитор в процессе банкротства. И после этого я позвонила на горячую линию, я попала к Лёше Мельникову, вот, замечательный молодой человек, мы с ним пообщались, и, наверное, я и он в то время поняли, что, да, мы будем сотрудничать. Наверное, как-то вот с этого все завертелось и закрутилось. А теперь расскажи, какое у тебя образование, и чем ты занималась, там, твоя профессия, твоя работа до того, как ты стала аукционным брокером? У меня высшее экономическое образование. Какой вы заканчивала? Вуз Казанский государственный университет, он на тот момент назывался так, экономический факультет, хотя у меня мечта была быть юристом, причем по уголовному профилю, вот так вот. Почему ты как-то вот вообще в другое направление ушла? Да, я объясню. Дело в том, что на юридический факультет, это был 98-й год, проходной балл на бюджетный факультет был чуть выше, чем на экономическом. Я буквально там, ну, полбалла не добрала, но с этими баллами я попадала на экономический факультет, поэтому пошла я на экономический и параллельно заканчивала, тогда было отделение дополнительного образования, то есть по направлению уже юриспруденция, но не уголовное право, а гражданское право. И, закончив вуз, ты начала работать? Закончив вуз, я уже на пятом курсе я начала работать, это был Казанский комбинат имени Вахитова, наш один из крупнейших заводов промышленных. Я работала в снабжении, экономистом по снабжению, мне было безумно интересно, и, наверное, мое становление именно как экономиста и финансиста пошло именно оттуда. У меня были замечательные учителя, это мое руководство на тот момент, непосредственно начальник отдела, там замы какие-то, да, которые меня обучали. Я на тот момент была все-таки студенткой, да, и опыта в работе у меня вообще абсолютно никакого не было. Вот. И уже потом, после этого, я пошла в более, скажем так, частные, наверное, какие-то компании, но уже с повышением, как главный бухгалтер. Вот. И дальше я работала главным бухгалтером, у меня стаж работы 15 лет. Вот. И параллельно еще финансовый директор. У меня есть образование финансового директора, то есть я постоянно обучалась, постоянно повышала свою квалификацию, подтверждала ее каждый год, проходила аттестацию. И на момент прихода в торги я работала в одном из подразделений Татэнерго нашего татарстанского. И плюс у меня еще есть свой небольшой бизнес. Вот. Это аутсорсинг, то есть бухгалтерские юридические услуги, которые мне приносят небольшой такой пассивный доход. Я там занимаюсь больше, наверное, уже администрированием, потому что у меня есть исполнителя, да, исполнительный персонал, в котором я абсолютно 100% доверяю, да, мы через многое с ними прошли. И, в принципе, основную всю работу выполняют они, и нас такое положение дела устраивает. Ты сооснователь казанского офиса НААБА, и на тебе какая работа, что входит в твои обязанности? Ты организовываешь непосредственно работу? Что ты делаешь там? Да, наверное, это будет правильно сказать, что... Ну, вообще, у нас пока на данный момент идет становление. Мы пробуем разные методики с моим партнером, да, с Ленаром Гельфановым, пробуем разные методики, пробуем разные варианты. Что-то, естественно, мы отбрасываем, да, потому что это для нас не подходит к чему-то, мы приходим через наш опыт. Вот. И я думаю, еще в ближайшее время это будет все меняться, это будет строиться, это в конечном итоге мы планируем с ним создать такой вот механизм огромный, да, в котором каждая шестеренка, каждая там какая-то мелкая деталь будет взаимодействовать, будут взаимодействовать друг с другом, и по факту это будет там колоссальный результат, к которому мы идем. То есть конкретно сейчас ты занимаешься всем? Наверное, не совсем, потому что более стратегические моменты, где нужно такое прям вот жесткое такое мужское решение, жесткое мужское слово, это, естественно, этим занимается Ленар. А я по своему опыту, так как я уже работала с большим количеством людей, у меня есть и были в подчинении люди, пока мое внимание вот именно на оргструктуре, на оргструктуре нашего коллектива, на взаимодействии с нашими сотрудниками, то есть построение вот этой вот машины, которая будет потом приносить именно... Поставить паровозик на рельсы. Да, 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 все верно. Скажи, пожалуйста, организация работы, офиса, там, занимает колоссальное количество времени. Как реагирует твоя семья на это? Моя семья относится замечательно, потому что я занимаюсь любимым делом, у меня нет такого, что там к восьми прийти на работу, в пять быстрее там закончить и бежать домой там сумками, готовить, кушать. Как-то у нас все очень гладко. У меня сын, ему вот 11 лет в этом году уже будет, он все прекрасно понимает, он очень меня поддерживает в этом деле. Он самостоятельный у меня, замечательно учится, и поэтому в этом плане у нас с ним абсолютное взаимопонимание. И, я не знаю, у меня проблем в этом нет. Я занимаюсь любимым делом, у меня есть любимый ребенок, который меня в этом поддерживает. Как тебе работается в паре с твоим партнером, с Ленаром Гельфановым? Как у вас отношения складывались, как вы вообще познакомились, и как вы решили, в принципе, что-то создать? Именно наш партнер, что вот с моей точки зрения началось, наверное, это было осень, нет, это было ближе к зиме, когда у нас была очередная конференция в Питере. Подходит ко мне, дает Викторович, и говорит, Фарида говорит, слушай, если вы объединитесь с Ленаром, из вас, говорит, получится обалденная команда. Вот вы, говорит, это порвете всех. На тот момент я не рассматривала создание команды, и именно с Ленаром как-то двигаться вперед. То есть, да, я работала, были определенные там свои наработки, определенные свои цели, но после слов Давида Викторовича я задумалась. И потом у нас следующая конференция была в Москве, она тоже как-то нам помогла ближе, наверное, к этому делу подойти. И уже весной мне звонит Ленар и говорит, слушай, ну-ка, в конце концов будем мы, говорит, с тобой вместе работать. Говорю, Ленар, да, я тоже рассматриваю такой вариант, и я думаю, у нас все будет замечательно, все получится. Вот как-то так с этого все и началось. Началось. А сейчас как у вас отношения с Ленаром на данный момент, на данном этапе? То есть вы попробовали, вы стартанули, ты уже узнаешь его деловые качества как партнера, он тебя узнал как партнера и на этом этапе. Что ты можешь сказать? Я бы, наверное, не сказала, что что-то там в нем меня не устраивает. То есть это я вижу как задача, которую нужно нам с ним вместе решить. В каких-то моментах мы идеально друг друга дополняем. Он великолепный стратег, он великолепный управленец, предприниматель. У меня какие-то другие качества тоже как управленца, но уже немного в другой сфере, скажем так. И вот это взаимодействие у нас, я вообще в моих планах это привести, вот опять-таки я повторюсь про эту машину, которая там, каждый винтик работает согласованно друг с другом. Вот, и поэтому нету каких-то там претензий или что-то, есть задачи, которые нужно решить. И если где-то, да, он думает по-своему, я думаю по-своему, мы просто садимся с ним и решаем. Ставим эти задачи перед собой, и естественно приходим к какому-то единому мнению, к какому-то компромиссу. От тебя я услышал, что когда требуется волевое решение, этим занимается как мужчина Ленар. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что мужчины и женщины не могут на равных вести бизнес? Они могут, но, наверное, возможно, у женщин есть какое-то преимущество в плане решения каких-то вопросов именно, я не знаю, через мягкость, через женственность, через что-то вот такое. Я сталкивалась с таким, что именно это помогало решить какие-то определенные вопросы. О доходах. Сколько ты сейчас зарабатываешь, из чего складывается твой доход, и что из этого непосредственно ты получила от аукционов, а получаешь месяц от аукционов по банкротству, и что твои вот другие заработки? Я уже поговорила, да, что у меня есть свой небольшой бизнес, там стабильный идет у меня доход. Да, можно было бы его, наверное, расширить, но сейчас мне, наверное, не совсем это интересно. То есть там у меня достигнут какой-то потолок, да, и дальше уже двигаться было бы, наверное, не совсем интересно и не совсем перспективно. И основной мой сейчас именно упор идет на торги по банкротству, на выкуп имущества, инвестирование. Я сейчас очень активно стала интересоваться именно темой инвестирования, постоянно повышая свои знания в этом направлении, потому что думаю, что это именно то, что будет приносить доход. Вообще в чем цель самого инвестирования, да, именно качественного инвестирования? Это когда твои деньги, ты ничего не делаешь, а твои деньги на тебя работают. Вот у меня на сегодняшний день такие вот цели, прийти к этому. Хорошо, окей, допустим, но это вокруг да около. Мы здесь за цифрами, мы здесь за заработками, это нам интересно. Мы здесь для того, чтобы показать, что женщина, девушка может работать в аукционном брокинге и зарабатывать деньги. Поэтому всем ясно, что ты раскручиваешь офис, что сейчас у вас все деньги идут непосредственно в развитии. Но все же, вот вы стартанули, вы работаете, и сейчас месяц у тебя... От 300 и выше. От 300 и выше. Выше до 10 миллионов, 5, 3. Это, да, на ближайшую перспективу. А сейчас? Миллион-полтора. Да, миллион-полтора. Ну, ты такой большой разгон взяла. Да, ну, это в зависимости от того, какой мы лот берем. Ну, хорошо, вот, допустим, в прошлом месяце вы закрыли. Да, мы закрыли, но у нас цикл сделки еще. Мы выкупили, в нашем Татарстане есть город Нижнекамск, выкупили оттуда 5 квартир. Это лично мною проработанные лоты, которые я уже давно за ними слежу, давно за ними наблюдаю. Выкупили вот в прошлом месяце 5 квартир, но цикл сделки у нас еще не закрылся, то есть у нас в процессе мы заключаем договора. Вот. И я думаю, в ближайший месяц, наверное, 2, эта сделка, она у нас закроется. В чем связан такой неравномерный доход? Это то, что сделки не быстрые по недвижимости, да? Да, да. То есть ты закрываешь один крупный лот, но раз в 4 месяца, ну, там уже хорошая котлета прилетает. Именно я специализируюсь на недвижимости на сегодняшний день, и поэтому это, скажем так, такая долгоиграющая пластинка. Может быть, и в месяц 2-3 хороших лота, да, закрытия. Может быть, там 2-3 месяца не быть, но потом какой-то там колоссальный лот, но потом там какой-то колоссальный лот с большим доходом. Самый маржинальный кейс, который ты закрывала? Либо твоя организация, либо офис ваш, либо ты лично. Самый крутой такой кейс. Да, я опять-таки, наверное, с точки зрения нашей организации буду рассматривать, так как мы все-таки команда, это вот август месяц для нас, ну, мы всего лишь 2 месяца пока, да, работаем, а август месяц на сегодняшний день был у нас самым прибыльным. Это вот я опять отмечу эти квартиры, 5 квартир, и плюс коммерческое недвижение. Сколько вы получили? Вы работали по агентской схеме? Частично по агентской схеме, то есть 3 квартиры, да, идут по агентской схеме, и 2 квартиры, они уже мы выкупали на свои. А в итоге вы получили? Планируется, частично мы уже получили, получили где-то, наверное, по агентской схеме около миллиона, и плюс еще ближе тоже к миллиону будет уже с прямой продажи. Миллион плюс миллион, 2 миллиона? Да, 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 да. Супер. Самый интересный кейс, то есть необычный, прикольный, то есть понятно, здесь там машина, недвижимость, то есть какая-то спецтехника, а что-нибудь необычное? Либо твой кейс, либо команда, либо вообще с чем ты сталкивалась? На сегодняшний день, наверное, самым интересным таким, я не знаю, таким замечательным для меня кейсом, это является кейс моего партнера Ленара Гельфанова. Недавно он выкупил озеро недалеко. Озеро? Да, 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 и все идет этого, единым лотом, сборный лот. Круто. О чем ты больше всего жалеешь в своей жизни? Я вообще стараюсь не жалеть в своей жизни ни о чем, потому что... Но все же есть вещи, о которых мы жалеем. Твой конкретный поступок... Это не экологично, жалеть это не экологично. Ну хорошо, то, что бы ты хотела исправить. Все, что я делала, это то, что я не исправила. Наверное, наверное, все-таки я бы добрала эти полбала и поступила на юридический факультет по направлению уголовное право. Вот, может быть, единственное вот в этом. Ну, слушай, еще все впереди. Возможно. Расскажи поподробнее про офис в Казани. Когда вы его создали? Офис создали 22 июня, к работе приступили 25 июня. Рассматривали разные варианты. Мы с Ленаром подыскивали помещение и решили, как бы, идеальный вариант, что это будет в центре, так как у нас сотрудники, они планировали с разных точек Казани приезжать, чтобы это было максимально комфортно. Ну и все-таки статус и местоположение, чтобы это выглядело презентабельно. Поэтому мы подобрали офис в центре города. Сколько у вас сотрудников работает? Сколько человек на данный момент? На сегодняшний день у нас работает 9 сотрудников. В чем основная сложность организации офиса с нуля? С какими трудностями конкретно ты для себя столкнулась, ты отметила? И что ты можешь посоветовать нашим партнерам, которые будут создавать офисы, филиалы по всей необъятной? Вот, там, ребята, обратите внимание на это, 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 это. А вот это особенно никогда не делайте. Здесь очень важно понимать, какие цели у офиса в общем. Общие цели, общие... Зарабатывание денег, это нормально. Да, понятно. Но это нужно еще донести до сотрудников, чтобы они видели это вместе с тобой. Чтобы вышли в одном направлении, чтобы вы смотрели в одном направлении, а не так, они смотрят в одну сторону, ты смотришь в другую. Понятно, что общая цель – это зарабатывание денег. Но то, каким путем это достигается, вот это должно быть донесено до сотрудников, и это должно идти вместе. Как ты видишь офис через пять лет? Пять лет. Офис в центре города с такими окнами в пол. А за окнами что происходит? А за окнами кипит жизнь. Центр города, и там кипит жизнь. Нет, в офисе. А, внутри. С другой стороны окна, скажем так. Ну, я думаю, это будет у нас большой коллектив, не меньше 20-25 людей, работающих по разным направлениям, охватывающих всю сферу торгов по банкротству. Это и спецтехника, это и недвижимость. Очень прям я хочу уже, планируем в октябре запускать направление дебюторской задолженности, так как это очень близко ко мне, ко моей профессии. И там есть возможность зарабатывания еще больших денег. И плюс хотим еще параллельно какие-то новые, доупаковывать вот наш продукт уже полностью, чтобы там шло... Это ближайшие планы. А вот через 5 лет какой заработок будет, допустим, вот на офис, ваша прибыль месячная, допустим, на весь офис через 5 лет? Нет предела совершенства. Я понимаю, конечно, миллион миллиардов. Но, исходя из темпов сегодняшнего развития, через 5 лет, это цифра. Ну, возможно, планируем где-то по миллиону на сотрудников в месяц. Это было бы вот на тот момент, на 5 лет, на ближайшие 5 лет было бы идеально. Как у вас распределены обязанности с Ленаром? Чем занимается он? Чем занимаешься ты? Ленар у нас больше занимается стратегическими вопросами. Какие-то, если очень сложные переговоры и нужно ехать в командировку, он в этом плане очень коммуникабельный и быстро перестраивается. Он тебе не доверяет? Или ты сама не берешь на себя ответственность? На сегодняшний день мне комфортнее как-то вот пока находиться в офисе, потому что у нас нет еще такого единого слаженного механизма. И мне не хочется оставлять сотрудников. Да, у нас сейчас была командировка, мы уехали вдвоем в Москву, да. И сотрудники у нас остались одни. Пока мне не хочется оставлять их одних. Да, я им доверяю, но хочется их как-то поддержать, мотивировать, пока вот эта машина не заработала вот на все 100. Ты на практике видишь подход мужчины к бизнесу, подход женщины к бизнесу. В чем отличие кардинальное, допустим, то, что ты уже заметила? Женщине просто сложнее наверное, опять-таки с точки зрения татарстанского менталитета. У нас не принято, чтобы, скажем так, широко, не принято широко, чтобы женщина была в бизнесе. Вот. И поэтому, наверное, мне немного сложнее в этом плане. по поводу эмоций, нет, Ленар, он абсолютно как бы не полагается на эмоции, он очень четко принимает решения, решает очень сложные какие-то вопросы, где именно мужское жесткое слово такое нужно, и я это очень в нем ценю. А я вот с точки зрения именно как женщин, да, у меня бывают такие моменты, я это не скрываю, у меня все переходит на эмоции, но я над собой работаю, да, это у меня все впереди, как говорится, и опять-таки повторюсь, какие-то моменты именно вот это вот, я не знаю, женская интуиция, наверное, женская какая-то мягкость, чуткость, она действительно помогает в решении некоторых вопросов, в каких-то там переговорах и в отношениях с сотрудниками. То есть, наверное, я, если Ленар, он для сотрудников как папа, я, наверное, в какой-то мере как мама, да, которая должна их и приласкать, и по головке погладить, да, и сказать, да, все у тебя получится, ты все сможешь, там, я в тебя верю. Вот, наверное, вот так вот. Традиционная культура Востока расставляет определенные приоритеты. Да. То есть, мужчина, женщина, это все понятно. Мне интересно просто, сталкивалась ли ты с тем, что ты девушка, занимаешься бизнесом, и к тебе, возможно, было какое-то отношение, скажем так, несерьезное из-за этого. Ты с этим сталкивалась когда-то? Да, сталкивалась, и не один раз, я говорю, опять-таки, этот вот, этот восточный наш менталитет, в каких-то там переговорах, особенно если они проходят на территории, допустим, Татарстана, Башкатарстана, да, это было не один раз с нашими партнерами, они относились ко мне, скажем так, как-то, наверное, предвзято. Ну, типа там, ну, что ты там, баба, что ты сможешь сделать? Вот. А уже потом по факту, когда они видят, что я достигаю результатов, да, и что я не останавливаюсь на этом, и у меня там в каких-то моментах получается гораздо лучше, чем у них, ну, С какой-то стороны, наверное, даже мотивация для тебя. Да, 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 вот. Ну, опять-таки, я, наверное, здесь не перехожу на эмоции, для меня это вот задача, которую нужно решить, и которая мне помогает двигаться дальше. Твой недостаток, который больше всего тебя раздражает? Вот ты знаешь, что он в тебе есть, он в тебе сидит, и вот, ну, больше всего бесит. Наверное, бы в какие-то моменты я бы не хотела полагаться, наверное, на свои эмоции, а хотелось бы решать все с холодной головой. Вот. У меня есть такие моменты, да, и я знаю, что они мне в какой-то момент это мешают, поэтому я сейчас... Эмоциональность в чем? Ты жалеешь людей? Тебе жалко? Или ты ставишь их на свое место? Как, в чем это проявляется, эмоциональность? Я какую-то ситуацию начинаю рассматривать с точки зрения эмоций, вот, и это мешает принимать, я не скажу, что это постоянно происходит, но какие-то очень важные для меня моменты, допустим, да, это может как-то проявиться, и в конечном итоге это мешает принять правильное решение, вот. И я сама себе говорю, так, стоп, все, остановись, давай эмоции убираем и включаем голову, и по большому счету потом в итоге все окей. Помогает? Помогает, да. Что бы ты выбрала? Успешная, в любом случае успешная жизнь, но быть на первой, но быть на первой обложке, либо тихо где-нибудь серым кардиналом пересчитывать денежку? Слава или просто деньги и быть в стороне тихонечко себя? Ну, скажем так, серый кардинал это не так сидит тихонечко там пересчитывать денежки. Да, я, наверное, назову себя серым кардиналом вообще на всей протяжении всей моей деятельности. Это подслеживается очень четко, да. То есть, вот этот пиар, обложки, да, красоваться или еще что-то, это не для меня. Вот. И как серый кардинал я все-таки влияю на принятие решений каких-то там глобальных, общих, и принимаю сама эти решения, и по большому счету это тоже приводит к успеху. Каким достижением ты больше всего гордишься в жизни? Где-то пару лет назад я очень активно стала заниматься пилонным спортом. Для меня это было вообще нечто невообразимое. Я не знаю, почему я туда пришла. Объясни, пожалуйста, пилонный спорт это акробатика. Это полдэнс, да? Там где? Да, это полдэнс, это акробатика на пилоне. То есть, это вид спорта, который, кстати, в ближайшее время планируют водить. То есть, можно не раздеваться? Да, конечно. Ну, который в ближайшее время хотят водить как олимпийский вид спорта, все-таки это, да, для меня это было достижением, это было что-то колоссальное, когда у меня там какие-то очень сложные трюки получались. Это вот... Это было круто. К сожалению, вот в последнее время не получается вот в силу занятости этим заниматься, но вот эти навыки, они остались. По совету, актуальные информационные ресурсы для аукционного брокера. Где, откуда ты черпаешь ресурсы, откуда ты черпаешь информацию? Аукционный брокер, я считаю, он должен развиваться всесторонне и постоянно откуда-то брать информацию. В наше время этих ресурсов море, масса. Начиная там от агрегаторов торгов, да, различных и до, заканчивая там, я не знаю, какие-то газеты, журналы, телевидение, интернет. То есть я постоянно читаю какие-то бизнес-газеты, бизнес-сайты какие-то. У тебя в приоритете что? Перечисли. Какие? Тут, смотря какую информацию я хочу получить на сегодняшний день, да, если какое-то общее видение, да, это у нас есть замечательный портал «Бизнес онлайн». Там тоже очень много всего интересного, важного. Именно касательно, в первую очередь, я рассматриваю нашей республики, Татарстан, да, сеть интернет, ну, много где можно это узнать. Телевидение, тем более сейчас банкротство очень актуально, да, и оно все развивается и вширь, и ввысь, как говорится, поэтому с этим нет проблем. Традиционный вопрос. 2018 год, куда вкладывать бабки? Я считаю, что самое актуальное, самое важное, наверное, и самое прибыльное на сегодняшний день вкладывать бабки в себя, в свое развитие. То есть, это постоянное обучение, это рост, это какие-то новые знания, благодаря которым ты потом будешь получать именно какую-то там прибыль, А для сохранения дивидендов, кроме как себя? Ну, для меня сейчас, на сегодняшний день, это все-таки в приоритете это недвижимость, да. И, как всегда, традиционно, мотивация от успешной девушки, от успешного аукционного брокера. Камера, поехали. Я бы посоветовала никогда не останавливаться на достигнутом, четко понимать, куда ты идешь, зачем идешь, ставить перед собой правильные цели, чтобы эти цели были именно твои, а не чужие. И если перед тобой возникает какой-то вопрос, который ты не можешь решить, не рассматривать ее как проблему, а рассматривать ее именно как задачу, тогда все получится. Коллеги, в гостях у нас была Фарида Туктарова. Фарида, спасибо большое за интервью, было отлично, было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокол, чтобы не пропустить новых интервью. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok